Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториас. Меня зовут Андрей и сегодня я расскажу о методе изучения иностранного языка, основанном на подходе знаменитого археолога Генриха Шлимана. Генрих Шлиман родился в Северной Германии в 1822 году. Сыну скромного сельского немецкого пастора было суждено стать основоположником научной археологии, первым в истории археологом-любителем, совершившим великие открытия. А еще он был торговец, предприниматель, миллионер и авантюрист. Его первая жена была русской. Свой первый миллион он заработал в России. В России же его собирались повесить как мошенника и проходимца. Шлиман владел не менее чем 14 языками. В их числе английский, французский, итальянский, испанский, португальский и голландский языки. Впечатляет не только количество языков, которые он знал, но и время, за которое они осваивались. На изучение первых двух языков, английского и французского, он потратил всего 6 месяцев. Метод Шлимана – это несколько принципов, каждый из которых является обязательным для получения быстрого и качественного результата. Первый принцип – это регулярность занятий. Минимум один час каждый день. Вторым ключевым элементом его метода было чтение на языке, который он изучал. Шлиман много читал и, что важно, он читал вслух. Необходимо отметить, что Шлиман читал один и тот же текст несколько раз. Он утверждал, что после скрупулезного анализа текста и перевода при первом чтении запоминал половину слов, а при втором или третьем чтении запоминал практически все. Еще одним важным элементом метода было ежедневное сочинение на изучаемом языке. После написания текста Шлиман обычно отдавал его для проверки своему преподавателю, который исправлял ошибки. Параллельно с изучением иностранных языков Шлиман всю жизнь тренировал память. Причем делал это на уже прочитанных и проработанных иностранных текстах. Он повторял эти тексты вслух до тех пор, пока полностью не запоминал их. Со временем эти регулярные упражнения позволили ему развить свою память до такой степени, что он мог запомнить весь текст после всего лишь трех повторений вслух. Работа с учителем была еще одним ключевым элементом метода Шлимана. Каждый день он тратил один час на работу с учителем или, если это было возможно, общался с носителем языка. Когда ему не удавалось найти учителя, он просто приглашал какого-нибудь своего друга или знакомого, чтобы тот просто сидел и слушал, как Шлиман громко что-то говорит на незнакомом языке. От друга в этот момент и не требовалось что-то понимать. Шлиман сам разработал свой метод обучения и совершенствовал его всю жизнь. Ни один из элементов его метода не является чем-то особенным или революционным. Но сумма всех этих практик, помноженная на усидчивость, целеустремленность и мотивацию Генриха, доказали свою исключительную эффективность. Сам Шлиман укладывал весь свой секрет в один абзац. Этот простой метод состоит прежде всего в том, что нужно много читать вслух, не делая перевода, ежедневно заниматься по часу, писать тексты на интересующие темы, которые проверяет учитель. Учить их наизусть и сразу рассказывать вслух. Метод Шлимана оказался очень востребованным в Советском Союзе. В СССР существовало не так много профессий, где требовалось знание иностранного языка. Среди этих редких людей были сотрудники КГБ и военной разведки. Им нужно было не только знать язык потенциального врага, но и в случае необходимости сойти за своего. Существует много спекуляций и легенд о секретных методиках, по которым обучали сотрудников спецслужб. Но все эти легенды утверждают, что именно метод Шлимана был основным в СССР для подготовки шпионов. Заниматься по Шлиману – это значит очень много говорить, читать, подражать чужой речи и произносить иностранные слова, не обязательно понимая их значения. Ну и, конечно, много писать и слушать. Ничего уникального, но для своего времени это был настоящий прорыв. Современные технологии позволяют изучать языки гораздо проще и нет необходимости так жестко следовать методу Шлимана. Достаточно просто ежедневно брать интересный текст на иностранном языке и прочитать его несколько раз. Такой подход позволит освоить новый язык быстро и в свое удовольствие. Вы спросите, а где же брать эти интересные тексты? Я отвечу на канале Русториес. Каждый день мы готовим для вас новый увлекательный текст на русском языке. Занимайтесь с каналом Русториес и у вас все получится. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. А у меня на сегодня все. Огромной вам удачи и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...